Передвижная лаборатория на колесах гастролирует по региону. Мобильный кванториум – это автобус, который полностью укомплектован высокотехнологичным оборудованием. Здесь и 3D-принтеры, и краскопульты для окраски готовых моделей, и руки-манипуляторы для сборки роботов. Это 3D-моделирование, то есть вот станки. Это фрезерный станок, это ЧПУ, тоже это в программке все ребята. Но это пока у нас еще в жизнь мы его не приводили. Поэтому сейчас пока работаем только с 3D-моделированием. Это по пластику. Наборы для сборки, необходимые детали и оборудование из автобуса преподаватели переносят в классы, где и проходят занятия. Хэштег «качай мозги». С помощью технологической базы, которую предоставляет мобильный кванториум, ученики могут реализовать все свои идеи на практике. В средней школе номер 2 рабочего поселка Старая Майна технопарк останавливается второй раз. Ученики Старомайнской школы одни из первых присоединились к программе дополнительного образования. Сперва занятия проходили дистанционно, где ребята знакомились с теоретической частью моделирования и программирования. Программа обучения рассчитана на детей 10-18 лет. За новыми знаниями школьники идут с большим желанием. Когда мы сказали ребятам о том, что у нас будет действовать именно дополнительное образование технической направленности, довели это до родителей, то они пришли просто, ну, такое слово, скажу, в дикий восторг, потому что проблема технического образования, получения дополнительного образования у нас в Старомайнском районе, к сожалению, хромает. Интереснее всего практика. Здесь можно пофантазировать и потрогать руками. Домой дети приходят с готовыми поделками. На память о таких занятиях у ребят остаются уникальные модели, собранные по своим чертежам. Когда начались у нас уже практические занятия, когда ребята запускали квадрокоптеры, когда ребята своими руками моделировали какие-то предметы. Вот буквально на прошлом занятии один мальчик домой принес сердечко, выполненное в 3D. Девочка принесла сову и говорит, мама, вот сова это там знания и так далее. То есть это было очень интересно. Пять компетентных преподавателей в наглядной форме объясняют детям, что такое аэротехнологии, мобильная робототехника, промышленный дизайн. Каждый может найти для себя ту сферу деятельности, которая наиболее интересна. В каждом населенном пункте передвижной технопарк останавливается на две недели. Мобильный кванториум уже успел побывать в Корсуне, Теренге, Индзе, а также рабочих поселках Радищево и Мирном. У нас нет такого, что мы заставляем ребенка, допустим, танцами заниматься, а мы ему внедряем эту робототехнику. Приходят те, кому нравится конкретно робототехника, то есть у них есть возможности выбора, есть также творческое направление, у нас есть дизайн. И поэтому от них и чувствуется вот эта отдача, они какой-то свой интерес, они иногда там раньше нас разберутся, уже придумывают вперед этих всех модулей. Данил и Артем, ученики восьмого класса на уроках дополнительного образования, первый раз познакомились с квадрокоптером. Запустить его труда не составило, а вот обеспечить ровный полет уже сложнее. Однако под присмотром опытных преподавателей ошибиться не страшно. Эмоции отлично, но иногда бывают пугающими, когда врезаешься. А за что больше страшно, когда врезаешься? Ну, когда вот поднимаешь квадрокоптер вверх и не можешь его остановить, и он потом за этого падает. Это очень интересно. Вот потом, то есть после этих полетов на квадрокоптерах мы смотрим записи с камер, вот, потом как-то что-то для себя запоминаем. Следующая остановка мобильного кванториума – посёлок Теренга. Работа технопарка ведётся по национальному проекту образования. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ.